Здравствуйте! У нас в студии гость. Это Андрей Савельев, президент гильдии риэлторов Республики Татарстан. Доброе утро, Андрей. Сегодня мы поговорим о межевании садовых участков. Андрей, вот скажите, народ в панике. Говорят, что начиная с этого года можно лишиться права на дачные участки. Нет, это большое заблуждение. Действительно, некоторые организации стали распространять вот такую паническую информацию. На самом деле ничего страшного нет. То есть, если ваш участок садовый или дачный не отмежеван, или, правильно говорить, если у вашего участка не уточнены границы, то вы просто не сможете его продать. То есть, у вас будет ограничение на продажу, но забирать у вас никто его не заберет. А какие участки нужно срочно размежевать? Не то, что все участки. Надо размежевать, то есть, сделать уточнение границ тех участков, которые до этого просто не уточнялись. То есть, когда была у нас дачная амнистия, люди регистрировали права собственности без вот этого межевания, без уточненных границ. То есть, границы участка точно не определены, определены ориентировочно. Вот им надо уточнить свои границы. А вот какие участки подлежат регистрации в Росреестре без межевания? Раньше любые. То есть, зарегистрировать право собственности можно на любой участок, независимо уточненной, не уточненной границы. Просто сейчас, например, для того, чтобы зарегистрировать, надо обязательно сделать межевание. Вы приложите межевой план, и только потом на основании него уже дополнительно регистрируются право собственности. Но был период, когда это не требовалось. То есть, приносили просто постановку на кадастровый учет и правоустановочный документ. И вот получалось таким образом, что у нас в Казани очень много участков, которые имеют неуточненные границы. Соответственно, отсюда возникает различный спор с соседями. И потом, когда уже дом построил, например, домик, а границы оказываются у тебя определены неверно, с ошибкой или не точно. Для того, чтобы всего этого избежать, сейчас заставляют, чтобы все свои границы определяли заранее, точно, чтобы они были уже установлены в соответствии с координатами. А то есть, одним из советов для наших зрителей станет то, что именно в ближайшее самое время взяться и сделать это. Да, конечно. Но здесь ничего критического нет. Если вы не хотите, пока нет цели у вас продать участок, тогда спешить особо не стоит. Но, соответственно, сделать это все равно надо. Ну, а как узнать, что именно твой участок нуждается в межевании? Самое, как говорится, простейшее, это посмотреть в кадастровом паспорте. Там есть именно отметка. Для наших телезрителей могу четко сказать. Там фраза. Граница участка соответствует материалу межевания. Или же написано, границы участка определены ориентировочно. Вот во втором случае, как раз таки, вам надо будет сделать межевание, уточнить свои границы. Ну и давайте уточним, как проводится межевание. Межевание, на самом деле, процедура не такая сложная. То есть, выезжает кадастровый инженер, вам надо обратиться к кадастровому инженеру. Их сейчас у нас в городе очень много. То есть, обратиться к ним, они выезжают на место, замеряют ваши границы, сверяют их с теми координатами, которые установлены, забиты в государственном кадастре. И готовят на основании этих данных межевой план, который вы потом сдаете в Росрегистр. То есть, в принципе, ничего сложного нет. Да, я думаю, исчерпывающая информация именно по этому вопросу для наших зрителей все станет более понятно. Тем более, вы уже сказали дословно, как все выглядит и в каком случае нужно точно уже идти и делать это. Спасибо, что пришли к нам в гости. До новых встреч.